Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Голос Истины. Маштамханской вас беспокоит, дорогие друзья. На мой взгляд, сегодня будет очень интересная тема у нас, разговор, который я очень-очень давно хотел затронуть и поговорить с вами об этом, и в какой-то мере даже посоветоваться. Тема такая, что по поводу дружбы между Азербайджаном и с другими странами, и с народами, на каком уровне они, о наших врагах, и так далее, и тому подобное. Так вот, дорогие друзья, и просто я хочу дать тон этому разговору, этой теме. Не слишком ли мы преувеличиваем роль наших друзей? Не слишком ли преувеличиваем? Давайте пообщаемся на эту тему. В ходе 44-дневной войны, и до этой войны, и после, в наши дни, в этой минуты, есть страны-народы, которые действительно были, есть и будут рядом с нами, с нашей страной, с нашим народом. Мы называем их дружественными странами-народами. Я почему говорю и о странах, и народах, потому что есть моменты, когда две разные вещи, страна и народ в этой стране. Так вот, ну таких стран пример возьмем, да, самых таких, которые больше всех мы называем, и они участвуют в этом процессе, в процессе дружбы. Это Турция, Пакиста, Украина, Израиль, Грузия, Белоруссия. Еще несколько, я назвал самых таких, часто называемых. И, конечно же, есть враждебные страны, которые постоянно всегда действуют против наших интересов, интересов Азербайджана. Их тоже можно называть даже, не знаю, Франция, Канада, Люксембург, супердержава, Кремль и так далее, и тому подобное. Но говорим о дружи, о друзьях. И возьмем именно тот момент, момент войны, 44-х дневной войны, потому что это очень важно, именно в такие моменты познаются, как говорится, и друзья, и враги. В дни войны действительно эти страны были с нами, они поддерживали Азербайджан, да? И это факт. На официальном уровне, я бы по десятипальной шкале оценовал поддержку этих стран, некоторых из них, кроме Турции, на троечку, четверочку, на официальных уровнях, на уровне простых людей, народов, на 7-8, вот так. Тут речь идет о том, что действительно не слишком ли мы высоко ценим ту дружбу, которая есть. Поддержка. Поддержка. Потому что я считаю, что мы преувеличиваем. И очень сильно преувеличиваем. И это приносит нам вреда. Потому что та поддержка, которая была оказана Азербайджану, как бы мы это не рекламировали, но она была недостаточной. Она была очень пассивная, слабая. Роль Турции я сразу уберу в сторону, потому что это отдельная тема. Роль Турции была в этой войне огромная. Огромная. И особенно речь идет о моральной стране, да, поддержке. Потому что физически практически никакой поддержки не было, и необходимости не было. Но были страны, в данном случае Турции, которая была готова в случае того, что если какая-то третья страна влезет в этот конфликт, в эту войну, Турция открыто об этом говорила, что мы моментально будем вмешиваться, будем вести армию в поддержку Азербайджана. Практически об этом было сказано каждый день из уст президента, министра обороны и других министров. Это факт. Мало того, как известно, 5 истребителей F-16 турецких находились на территории Азербайджана. Об этом даже президент Азербайджана говорил и открыто сказал, если какая-то третья страна со стороны Армении, в поддержку Армении, влезет в этот конфликт, в эту войну, они увидят этих истребителей у себя на пути. Вот эта поддержка, да, конкретная поддержка. И моральная, и практическая. И на официальном уровне, и на уровне народа. Мы всесторонно увидели поддержку со стороны Турции. Что касается остальных стран, давайте об этом поговорим. Поддерживали нас страны, вот это та же Грузия, Украина, Израиль и другие. В частности, возьмем вот этих трех стран. Грузия, Украина, Израиль. На официальном уровне, на официальном уровне практически никакой поддержки не было. На официальном уровне эти страны заявляли, что да, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, что и все остальные страны в мире говорят и говорили. Не так ли? Единственное, что иногда говорили руководители или какие-то чиновники, государственные чиновники этой страны, что Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Да, это была поддержка Азербайджана. Все, на этом точка. На официальном уровне. На этом точка. То есть, ни одна из этих стран, поддерживающихся Азербайджан, ни одна страна, как и Турция, например, не говорили, что наша армия готова нас воевать на стороне Азербайджана, если какая-то другая страна, со стороны Армении будет влезть в этот конфликт. Это очень важно, это самый главный момент, это самый главный аспект поддержки, понимаете? Нам другие поддержки, принципы не нужны были, как все эти 30 лет. Мы же практически одни были, не так ли? Если такое заявление не было со стороны официальных лиц, это такого рода поддержек носит, я не знаю, чисто формальность. По-другому не объяснишь это. Но со стороны простых людей, народов из этих стран, действительно была поддержка всегда. Их можно тоже разделить на несколько частей. Например, если взять Израиль. Поддерживала ли израильский народ, евреи, Азербайджан? Нет. Кто-то видел этого? Возможно, кто-то видел. Но я лично видел только наших азербайджанских евреев, как и в Баку, как в Израиле, так и по всему миру. Те евреи, которые жили, родились, живут в Азербайджане. 99% поддержка была с их стороны. Я об этом говорил, еще раз повторяю, что я не видел германского немца, который там родился, вырос, американского, европейского, индейского, африканского еврея, которые, они знать не знают, что вообще Азербайджан есть такой, там многое из них. Понимаете? То есть я веду это к тому, что мы преувеличиваем эти поддержки. Хотя эта поддержка была не на том уровне, не на том уровне, который мы преподносим, мы сами азербайджанцы. Например, к примеру говорю, если один украинец поддержал нас, или 10, мы это преподносим так, как будто тысячами-миллионами украинцы поддерживали нас. Дело в том, что мы, оценивая поддержку, которую можно оценивать на троечку, например, мы оцениваем на пятерочку, услышав об этом эти люди, эти народы, у них спрос с них, с нас вырастает, и это естественно. Это естественный процесс. Когда мы орем на весь голос, мы любим вас, украинский народ, спасибо за поддержку целого народа. Любим вас, израильский народ, спасибо за поддержку. Евреи, грузины, украинцы сидят слушать благодарность азербайджанцев на таком уровне, и когда у них что-то происходит, они ту же поддержку спрашивают у нас. Мы же вас поддерживали? Где? В чем? Мы видели поддержку только в интернете. Только в интернете. Со стороны, например, от тех грузин, украинцев или евреев, которые активны в интернете, которые участвуют в информационной войне. Мы не видели, что украинский народ, например, вышел там тысячи, две, пять, десять тысяч человек, начали митинговать перед посольством Армении в дни войны с требованием, чтобы они убрались с территории Азербайджана. Может, мы в Израиле видели из реликвия, а не наших евреев. Целый народ вышел и требовал, поддерживает Азербайджан. Не так ли? Вы видели? Может, грузин мы видели? Кто-то, может, видел? Я не видел. Я видел только тех, которые в интернете. А на улицах я видел именно тех, которые когда-то жили, родились или живут в Азербайджане. Являются разной национальности. Евреи, украинцы или грузины. Или кто-то еще. Я народов не видел, дорогие друзья. Не могу ошибаться, может, кто-то видел. А мы, азербайджанцы, совершаем большую ошибку. Очень большую. Превысив эту поддержку. Переоценивая. А потом самим же, нам же самим начинают предъявлять, что вы что? Вы что? Вы же сами орали, кричали, как мы вас поддерживали. Где ваша поддержка? У нас сейчас такая проблема. Вы тоже должны нас поддерживать на том же уровне, на каком мы вас поддерживали. И где этот уровень? Уровень я вам перечисляю. Не было той поддержки, о которой мы, азербайджанцы, говорим и преподносят. Не было. Ни со стороны официальных лиц этих стран, и ни со стороны просто простых людей, народа. Вы знаете, да? Я, как и наши братья и сестры, некоторые очень долгие годы в этой сфере. 5, 10, 15 лет и так далее. 20 лет, кто-то возможно. Я лично 15 лет. И скажу вам своего опыта. Того, что я видел и вижу. Например, возьмем грузин и украинцев. Ребята, лет 10, 15 назад я лично, я лично никогда нигде не видел ни одного грузина, ни одного украинца, который выступал за Азербайджан. Который вообще говорил о Карабахе. Который вообще говорил о каких-то оккупации территории Азербайджана. Но я вам честью клянусь. И те годы мы, азербайджанцы, всегда говорили и за Украину, и за Грузию. Там, где азербайджанец, это могут подтвердить все. Там, где азербайджанцы в каком-то форме, в какой-то площадке, где дискуссия идет, если там присутствовал азербайджанец, интересы Украины и Грузии были обеспечены со стороны любого азербайджанца. Я сам лично всегда заступался за грузин, за украинцев. В этих дискуссиях честью клянусь. Но украинцы и грузины не только не заступались за интересы Азербайджана в Карабахском конфликте. Даже очень многие из них были против азербайджана. Все изменилось, например, с Грузией в день, в день, скажу вам, в 2008 году. 08-08-08. Вот тогда грузины начали обращать внимание на Азербайджан только потому, что у них возникла такая же проблема, такой же конфликт. Также были оккупированы их территории. Только с этого года более-менее грузины начали подтягиваться. Изредка начались видны грузин, которые где-то смотришь, пишут, ведут дискуссию, даже ругаются с кем-то за Азербайджан. И, как известно, последние годы, тем более последние месяцы, вы видите, сколько их стало. Потому что то, что пережил Азербайджан, они почувствовали у себя на шкуре, и в своих же интересах, это им интересно, чтобы у них были как бы однополчане на этом фронте, они начали заступаться за Азербайджан. Не потому, что Азербайджан, а потому, что это им выгодно стало и интересно стало. Отношение украинцев изменилось в 2014 году, когда они получили Крым, Донбасс, такие же проблемы, такой же конфликт, как у Азербайджана, и украинцы начали обращать внимание в сторону Азербайджана как к союзникам в этой войне. А не потому, что они посчитали, что тут несправедливость, нужно поддержать Азербайджан. Нет, им тоже стало это интересно, своих интересов. Это нормально, я не говорю, что вот, они поддерживают, потому что это у них самих интересов. Нет, это естественный процесс. я говорю о факте, факт того, что такой поддержки несколько лет всего назад даже не было никаких. Понимаете? Я все это к чему? Я это все к тому, что, ребята, мы действительно благодарим, с большим уважением относимся и к тем странам, и к тем народам, которые нас морально поддерживали в этой войне. И это мы делаем искренне, от чистого сердца, мы это все правильно делаем, это в нашем менталитете и это человечно. Так должны поступать все нормальные люди, чего и мы делаем. Единственное, что я хочу сказать, что не нужно преувеличивать. Не нужно. Тут не идет речь о дружбе, о симпатии друг друга. Опять же, только интересы. Завтра неинтересно будет, они не будут поддерживать нас. Я это стопроцентно знаю. понимаете? А сегодня интересно. Поддерживать мы благодарим. Мы их в чем-то поддерживаем, они нас благодарят. Мы это все тоже видим. Но мы преувеличиваем их поддержку и поэтому нужно немножко остыть. Остыть. И Грузия, например. О Грузии я вообще хочу отдельно поговорить, потому что если бы ни Абхазия, ни Осетия вот этот конфликт надо пропустим пока этот момент, позже вернемся. Я хочу очень аккуратно и осторожно говорить об этих вещах, чтобы меня правильно поняли. Не только наши и наши соседи и друзья. Это правда, это горькая правда. Понимаете? У нас где-то меджет есть, да? Он иногда надевает и очень давно это делает. И Украина по поводу Азербайджана и Грузии. Очень многие есть такие, которые считают это неправильно. И вообще зачем? Даже могут поругать его за это. Это приносит вред в наших отношениях. Нет. Нет. дед такой, что он вот когда я говорю о таких вещах и говорил очень часто намеками, очень мягко зная характер нашего народа и менталитет. И где больше и лучше меня знаете характер и менталитет, но характер самого человека играет тут большой роль. Он жестко все говорит. Жестко. И поэтому очень многие сразу, не понимая о чем идет речь, воспринимать это в штыке. Понимаете? Но он правильнее вещи говорит. Понимаете? На вы знаете за последние 30 лет то, что происходит в Грузии по отношению к азербайджанцам. Они думают, что это может продолжаться всегда, азербайджанцы будут терпеть. То, что происходит в Грузии по отношению к азербайджанцам, которые там проживают, я не имею в виду между государственными отношениями и между отношениями между грузинским народом и азербайджанским народом, речь идет о тех азербайджанцев которые являются коренными жителями гражданами грузии это все очень плохо закончится дорогие наши соседи которые нас поддерживают после развала советского союза очень плохо поступаете по отношению к азербайджанцам мы помним времена гамсоходия и не нужно записывать это на гамсоходия это ваша история понимаете это вы это ваша страна это ваша история где гарантии что завтра еще один гамсоходия не придет и не бы вы не будете поддерживать его в том что он дело например по отношению к азербайджанца сколько вы изгнали и сколько вы там заставляли продавать по дешевле свои дома свой бизнес а у некоторых отбирали понимаете дорогие наши соседи такие вещи не забываются не забывается нельзя то что армяне 30 лет делали мы все это собрали в одну кучу и за 44 дня им популярно объяснили то что вы делаете там идет явное ишемление специальная посадок политка на государственном уровне для азербайджанцы не получает и достаточное образование по поводу языка если бы грузия сама захотела бы давным-давно там азербайджанцы говорили бы на грузинском языке это самой грузии не интересно я так думаю вы когда нападаете на наших пограничников мы терпим как-то вы нападаете наши на наших азербайджанцев какие-то бандиты реки требует водку вина бесплатно должны дать нам и об этом типа нужных структурах грузии не знали все эти годы и не знали все эти годы что эти бандюги постоянно терроризирует те районы села где проживает азербайджанцы как их называть суваны суваны или кто-то не знали прекрасно все знали чтобы например там когда бмкб фсб например да я не знаю как пози называется не только такого рода структур даже полиции в мвд об этом все прекрасно знали ничего не воспринимали не будут принимать какие-то меры потому что это интересно самой страны государства очень интересно это нам не интересно дорогие наши соседи вы можете придумывать что угодно и валит вину так далее нет мы там нормально просто азербайджанцы там немножко неправильно что вы хотите придумывайте но когда приходит то время когда созревает все это все это вспоминается и комсоходе и так далее так я не буду перечислять знаете что дорогие наши грузин которые нас поддерживают именно после этой событий если вы заметили а я заметил и многие очень заметили именно после последние события которые вот было с азербайджанцами мыслишки побежали в голове у азербайджанцев и даже некоторые открыто начали об этом говорить пора автономию хотя это нам не выгодно такие вопросы поднимает пока но вы заставили людей об этом задуматься кого кого азербайджанцев кого кого грузинских азербайджанцев которые я не только в интернете и даже я в реальной жизни знаю что вот где есть грузин грузинская азербайджанец при нем если хоть кто-то прогрузил слова скажет который ему не понравится плохого он порвет он загрызет вы таким своим согражданам в голову уже такие мыслишки бросает наверное это специально делается чтобы начать процесс сепаратизм обвинение часть азербайджанцев грузии сепаратизме я все эти эту технологию очень хорошо знаю но факт остается фактом что такие мыслишки побежали уже в голове у азербайджанцев не только в грузии но и в азербайджане зачем вы это делаете зачем для чего возможно у вас есть какие-то другие интересы вещь идет тут не о народе азгрузии там повыше которые сидят я вам еще кое-что скажу наверно вы эту фразу впервые услышите чем больше я смотрю на ваше поведение по отношению к азербайджанцам в грузии за последний 30 лет чем больше я анализирую внимание грузины наши соседи я начинаю понимать абхазов и осетин это очень очень опасная фраза для вас я не хочу все это распространять понимаете потому что что абхазы осетины заявляют что нас грузины ушимляли вырезали убивали гоняли поэтому мы решили отделяться значит начали себя защищать и анализируя ситуацию с азербайджанцами в грузии я лично начинаю их понимать понимаете до чего вы давили ситуацию сейчас я больше вижу грузин которые выходят и оправдывают тех подонков и ублюдков которые нападали на азербайджанцы там на магазин оправдывать чем-то нежели грузины которые вышли бы даже извинились бы сказали бы стыдно на гражданам грузии независимо от национальности что такое у нас происходит стыдно мы осуждаем это мы осуждаем этих тех вот ребят которые пришли герои побить тех которые отказались им давать водку вино вы чё грузину нехорошо это некрасиво это неправильно ни к чему хорошему это не приведет я очень хотел чтобы вы об этом задумались подумали анализировали и если такая политика идет на государство на уровне очень скрытно чтобы чтобы вы заметили это и выступали против этого сотни тысяч азербайджанцев в грузии долго не будут терпеть всего этого я с ними общаюсь я знаю что как они там живут 10 миллионов азербайджанцев ваших соседей этого тоже терпеть долго не будут и 30 40 миллионов таких же азербайджанцы которые в иране тоже долго этого терпеть не будут понимаете о чем я говорю мы же ничего не хотим всего-то хотим чтобы азербайджанцы в грузии жили у себя дома имели такие же права как и все граждане грузии учились получали образование грузинский язык стал у них номер номером один в грузии чтобы они все знали этот язык чтобы чтобы они дальше дальнейшем могли поступать там вузы высшее учебное заведение они так что вот они не они наоборот имеют претензии к азербайджанцам что они не знают грузинский язык то есть абагданги альмиштих что за программа грузинских школах что за программа что независимо где находится школа на территории грузии чтобы там не передал преподавали грузинского языка чтобы кто-то не знал там грузинского языка значит какой-то части грузии это делается специально и вину валят на тех же они не хотят чушь все это все это мы хотим этого чтобы они жили что не ушимлялись они потому что они одни из защитников грузии они очень любят грузию я это знаю они очень уважают свой грузинский народ азербайджанцы каким-то силам это не выгодно грузии самой грузии когда говорит каким-то силам я не имею ввиду там этих нижделлах других наших соседей нет какие-то силы грузинским силам не выгодно этого борьтесь боритесь с этими силами вы же сейчас слышали какие опасные мысли пришли меня в голову как азербайджанцы я озвучил их это именно этим силам выгодно такие мысли поэтому мы азербайджанцы понимая этого особо не поднимаем вот эти темы потому что понимаем что это выгодно нашим общим врагам такие мысли но вы-то сами то что-то делаете делайте что-то так продолжаться не может еще раз озвучить и мысли в головах у азербайджанцев пробежали такие мысли что пора уже автономию иметь у себя в грузии азербайджанскую это первую очередь уже пришли в голову азербайджанской грузинском азербайджанцы и азербайджанцы в азербайджане а это означает что если и со стороны не будет поддержкой ничего не получается например с какими-то революциями или сепаратизмом я буду назвать это сепаратизмом вещи своими именами если нет поддержки со стороны никакая революция не может получаться ни в одной стране история это доказывает то же самое сепаратизмом получением автономии так далее отделением вообще если нет со стороны поддержкой не получится никогда а тут уже есть лице азербайджана вот это мысли уже пришли в голову не пора ли иметь автономию а другие мысли я еще раз говорю наверное впервые вы услышите от меня что чем больше я анализирую за последние 30 лет отношения в грузии к азербайджанцев я начинаю понимать осетин и абхазов еще не говоря о армян чеховекции начинаю понимать попахивает национализмом шовинизмом нацизмом фашизмом попахивает дорогие наши соседи и с появлением этих мыслей вы сами виноваты первую очередь руководители этой страны которые управляют последние годы вашу вашу страну и первые годы которые управляли вашу страну после развала советского союза после независимости грузии первые годы и последние годы а посрединке там у вас мишка сакашвили пропускаем как то вот так если интересно будет я более открыто могу об этом поговорить более жестко более конкретнее но этого мне не хочется но больше мне больше всего хочется чтобы вы начали об этом думать дорогие наши друзья в конце еще раз хочу вернуться к теме нашего ролика что дорогие наши азербайджанцы братья и сестры давайте перестанем переувеличивать ту поддержку который нам оказывать дружественные страны и народы за ту поддержку который нам оказывают мы благодарны и будем благодарить всегда и всегда будем поддерживать их не каких-то делах и не дай бог конфликтах чтобы их не было вообще эти конфликты чтобы не было и поддержки такого рода но мы благодарим но не будем преувеличивать хорошо родные азербайджанцы еще раз говорю потому что они начинают спрашивать с нас столько же поддержку сколько по нашим словам по нашим реакциям якобы они нам оказывали но на самом деле эти погоды это поддержка чисто символически чисто по-человечески и так далее там подобно подобное еще раз повторю повторяю сам ни одна страна кроме турции не заявляли не заявляла о том и кроме патистана что наша армия готова приступать к делу приступить к делу если какая-то страна на стороне армения вступит в эту войну наша армия армия готова это поддержка такой поддержкой со стороны других стран не было со стороны других народов не было понимаете вот и все ролик получился очень длинный наверное я поставлю тоже на скорость этого ролика быстро петра буду говорить там счастья здоровья и мирного неба над головой вот и все пока всем